С какой целью вы здесь находитесь? Работаете? Нет. А что делать? Живете? Нет. Я просто живу. Ново-Ивановская. Рейд в общежитии. Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с полицейскими пресекли нарушение миграционного законодательства. В отношении 60 иностранцев были составлены протоколы. Иностранные граждане, которые прибыли с целью въезда работы, на сегодняшний день обязаны пройти медицинское освидетельствование и дактилоскопию. В случае, если данные требования не выполняют, они привлекаются к административной ответственности по 18.11 КПРФ. Строительные объекты, хостелы, общежития – лишь малая часть укрытий для нелегалов. Выявлять их помогает сбор, анализ сведений и точная отработка на местах. С начала года произошли изменения в 115-м федеральном законе о правовом положении мигрантов. В январе Одинцовским отделом было составлено 13 протоколов. За январь нашим подразделением уже привлечено 410 иностранных граждан. По статье «Осуществление незаконной трудовой деятельности 18.10 КПРФ» привлечено 82 иностранных гражданина. Выдворено 158 иностранных граждан, а посредством выдворения через спецприемник выдворено 83 человека. Не заплатил за определенный срок патент, автоматически стал нелегалом. Это самая распространенная причина выдворения из страны, отмечает начальник отдела по вопросам миграции. С января сумма выплат тоже изменилась. С января этого года сумма ежемесячного платежа за патенты 7500 рублей. По итогу за 12 месяцев иностранный граждан должен заплатить 90 тысяч рублей в бюджет Российской Федерации. Профилактические мероприятия, рейды, будни миграционного отдела. В настоящее время ведется в том числе проверка юридических лиц, устраивающих гостей из ближнего зарубежья на работу нелегально. Сейчас на действующем миграционном учете в округе почти 17 тысяч человек. Год назад было на 2000 больше. Статистика показывает, нелегальных мигрантов становится меньше. Карина Яряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».